Детская безопасность в Наринмаре, поселке Искатели, в преддверии 1 сентября проверили состояние подъездных путей к образовательным учреждениям. В составе рабочей группы в рейд отправились уполномоченные по правам ребенка в Ненинском округе Рима Галушина, сотрудники госавтоинспекции, а также представители профильных организаций и ведомств. Какие нарушения были выявлены, расскажет Иван Кутейников. Проверку образовательных учреждений рабочая группа начала с детско-юношеского центра «Лидер». С точки зрения безопасности, рядом с подобными объектами должны быть обустроены пешеходные переходы с разметкой и ограждениями. Здесь с этим проблем нет. Тем не менее, уполномоченный по правам ребенка в Ненинском округе обратила внимание сотрудников госавтоинспекции на другие нарушения. Рядом с учреждением отсутствуют так называемые «лежачие полицейские». Кроме того, не хватает и предупреждающего знака для водителей. Знак «Дети». Он же тоже должен быть установлен. Он у образовательных организаций. Вот. Его нет здесь, а он же должен быть. Больше всего вопросов у детского омбудсмена возникло к территории возле Дворца спорта «Труд». Рядом с объектом отсутствуют тротуары, дорожные разметки и знаки, а также искусственные неровности. По словам Риммы Галушины, к ней уже неоднократно обращались обеспокоенные родители. Более того, несколько месяцев назад эта проблема обсуждалась на заседании Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. По его итогам в адрес мэрии был составлен протокол со всеми замечаниями. Завершить необходимые работы обещают к первому сентября. Проведены закупки. Закупки по улице Заводской будут обустраться тротуары. Они сейчас проходят в стадии подписания контрактов. Подрядчик уже определен. Конкретно я вам сейчас сказать не смогу, кто подрядчик. По поводу дорожной разметки у нас заключен договор по аренде техники. Мы осевую дорожную разметку нанесем. Искусственные неровности в стадии доставки уже. Искусственные неровности будут. И дорожные знаки тоже в стадии доставки. То есть в первом сентября это мероприятие будет проведено. Правда детский омбудсмен не уверен, что к началу следующего месяца будут устранены все недочеты. Ведь времени осталось совсем мало. Вот насчет тротуаров, конечно, я очень сомневаюсь. Хотя это решение было еще протокольно зафиксировано на предыдущем заседании комиссии по дорожному движению. Если по дорожной разметке и по полицейским, если они уже идут, по лежачим полицейским, если они уже идут, то я думаю, что это все-таки реально. Но вот что касается тротуаров, то да, я сомневаюсь. Кроме того, в ходе рейда рабочая группа проверила и детские учреждения поселка Искатели. Там также был выявлен ряд нарушений. В Искателях, в общем-то, недостатком было отсутствие ограждения пешеходного. На данный момент мы увидели, что оно установлено. В принципе, никаких таких нареканий нет. Ну, то есть еще привезти, очистить проезжую часть. И тротуар от загрязнений. И также спортивная школа, которая относится теперь к школе поселка Искателей, там тоже были выявлены недостатки. Там отсутствие части тротуара, дорожного знака нет, нет. По итогам рейда по детским образовательным учреждениям специалисты составят протокол с перечнем всех замечаний. Ну, а 1 сентября рабочая группа планирует повторно проверить все объекты. Иван Кутенников, Игорь Тарасевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...